МХАТ в гостях, театральная критика, арт-ланч и многое другое. В рамках первого международного фестиваля форума «Сверкающие грани театра» в стенах музыкального театра Кузбасса имени Боброва проходят целые серии мероприятий. Причем для своих гостей трудятся не только артисты, но и технические работники. В «Мире за кулиси» побывала и моя коллега Эльвира Галеева. Захожу за кулисы, смотрю в зеркало, а у меня левая сторона загоревшая, а это бледная. То есть мне хватило буквально пять минут постоять возле софита. Театр начинается с вешалки. Утверждение верное, но не совсем полное. А дело в том, что над разработкой спектакля от идеи до ее реализации работает целая команда творческих и креативных. Одни из таких – работники светового и звукового цеха. Именно благодаря им артистов видно и слышно. Атмосфера как на сцене, так и в зрительном зале – тоже их рук дело. В целом это на самом деле отчасти рутинная работа, потому что она связана как раз-таки пришел в театр, подготовил свет к спектаклю, провел спектакль, разобрал спектакль, готовишь его к следующему дню. То есть это на самом деле такое достаточно рутинное занятие с одной стороны, а с другой стороны спектакли каждый день разные, постановки разные, задачи разные. Поэтому выполняешь отчасти одну и ту же работу, но в то же время совсем разную. Ну вот сейчас опущен один из театральных софитов. Это основа всего театрального света. На нем располагаются различные приборы световые. В данном случае тут приборы с узкими лучами, с широкими лучами. Не зря светителей называют художниками. Вместе с режиссерами они трудятся над созданием единой световой партитуры. Факторов, которые нужно учесть много. От положения человека на сцене и до психологии цвета. Свет играет большую роль, потому что в некоторых спектаклях он создает какие-то мистические образы. Где-то это именно чтобы показать какую-то аляпистость. А со стороны актера? Ну, иногда бывает такое, что и слепит. Но, как у нас говорят, если слепит, значит тебя видно. Со звуком тоже все серьезно. Вовремя вывести микрофон или нужную музыкальную композицию – это лишь часть работы. А ведь один и тот же голос можно сделать четким и хорошо слышимым, а можно добавить эффекты и превратить его в страшную и призрачную. Валерий, расскажите, пожалуйста, что еще входит в обязанности работников звукового цеха? В мои обязанности входит слушать и подзвучивать, чтобы всем было все хорошо слышно. Оркестр, где находятся куча инструментов, скрипки, барабаны, бас-гитары, гитары. За большим пультом практически все каналы задействованы под эти сигналы. То есть здесь у меня оркестр весь подзвученный, а здесь у меня вот это вот все – это артисты, хор, ансамбли. И за всем этим надо следить, вовремя убирать, уводить, вовремя включать и выключать. Настроить оборудование – задача важная для каждого цеха. Какие-то нюансы регулируются задолго до начала репетиции, а какие-то только с артистами. Приходим, ставим какие-то микрофоны, микрофоны для оркестра, для артистов. Потом все это отстраиваем, затем приходят артисты, с ними уже саундчек. Ну а дальше проходит репетиция, либо спектакль. Чтобы радовать гостей, техническая группа проводит колоссальную работу. Это значит, что зрители могут дарить свои овации не только артистам, но и героям «Невидимого фронта». Эльвира Галиева, Руслан Габидулин, Кемерва, Кузбасс, Первый.